При подготовке сегодняшних парламентских слушаний наш комитет, ведущий в Совете Федерации вопросы региональной политики местного самоправления, ставил перед собой в первую очередь цель услышать голос самих монопрофильных муниципальных образований. Что называется, из первых уст узнать о достижениях, а также о проблемах, с которыми они сегодня сталкиваются. Хотелось бы отметить, что до недавнего времени развитию монопрофильных муниципальных образований не уделялось должного внимания, несмотря на то, что в моногородах проживает около 14 миллионов граждан Российской Федерации, это почти десятая часть населения нашей страны. Понятно, что в зоне такого пристального внимания моногорода оказались в период кризисных явлений 2008-2009 годов, и, наверное, тогда мы в такой полной мере увидели все отрицательные стороны узкоотраслевой направленности экономики моногородов как наиболее чувствительные к условиям быстро меняющейся конъюнктуры рынка. И тогда же, собственно говоря, всерьез задумались о мерах, направленных на укрепление и развитие этих муниципальных образований. Вы знаете, что впервые на государственном уровне имеющиеся проблемы в данной сфере обозначил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию 12 ноября 2009 года, он отметил, что нормализация ситуации в моногородах – особое и очень важное направление. Подчеркнул, что это задача и органов власти всех уровней, и руководства предприятий. В таких городах и поселках нужно создать условия для применения способностей людей в самых разных сферах и, конечно, стимула для их частных инвестиций. Исполнение поручений президента по стабилизации ситуации в моногородах в первую очередь требовало проведения системных мероприятий по выработке единых критериев и отнесения муниципальных образований к монопрофильным. В результате работы этой данные критерии были выработаны, а также правительством Российской Федерации был утвержден перечень моногородов. Как вы знаете, сегодня он включает 319 моногородов. В 2014 году президентам была поставлена стратегическая задача диверсифицировать экономику моногородов, сделать ее более устойчивой и создать условия для привлечения инвестиций, для развития бизнеса, появления новых рабочих мест. В целях повышения инвестиционной привлекательности экономически слабых моногородов были созданы два эффективных инструментария. Первым инструментарием является созданная в 2014 году Внешэкономбанком некоммерческая организация Фонд развития моногородов, основная деятельность которой направлена на софинансирование расходов регионов и муниципалитетов по созданию объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов, а также организация финансирования инвест-проектов и формирование команд, управляющих проектами развития моногородов, включая организацию их обучения, зная, что с этой задачей успешно справляется сегодня Фонд. По состоянию на 1 марта 2017 года Фондом развития моногородов с субъектами Российской Федерации заключено 57 генеральных соглашений о сотрудничестве в отношении 64 моногородов. В целях создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций Фондом развития моногородов заключено 18 соглашений о софинансировании мероприятий по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры. Второй инструментарий – возможность создания на территории моногородов территории опережающего социально-экономического развития, с сопутствующим предоставлением налоговых льгот, предусматривающих в том числе обнуление в первые 5 лет федеральной части налога на прибыль, полное или частичное освобождение от налога на имущество, налога на землю, а также снижение тарифа по страховым взносам в 4 с лишним раз. Продолжение следует... Продолжение следует...